Первый номер газеты «Новый день», тогда шлях к социализму, вышел вдруг у учреждения 31-го года. На жаль, будинку, по яких можно мерковать об выгляде этого частного жлобина, практически не заховался. За выключением максимума вот этой школы, неколи тут учились первые читачи районного выдания. Негде дичина тое, что сегодня эта газета исполнилась 85, основная увага при подведении вынеков работы о пошне пятигодцы. Уречься, что этот период для выдания оказался вельми поспеховым. Увесь этот час газета працует на самофинансовании, причем выручка повеличилась больше 6 разов. Середний тираж перевышает 10 тысяч экземпляров. Это бадай лепший покаж, что кассирот районок Гомельской области. А про чатаго у активе жлобинских журналистов, званий переможцев и лауратов, пяти опошник национальных конкурсов «Золотая литра». Хочу редакции признаются, быть районным выданием сегодня не просто. С одной стороны, легко, потому что ты многих знаешь. Ты часто бываешь на предприятиях, коллективах. Знаешь много людей, тебя многие знают. Таким образом идет обратная связь, тебе подают какую-то информацию. А тяжело – очень ответственно. Не дай бог районной газете ошибиться. Свой юбилей у газеты вырошили означать выданием литературного альманаха. Жлобинчина за все доставилась своими талентами. Причем шматрики и письменники поэты творчий шлях починали на сторонках районного выдания. С увлеком того, что подчас великой очины город мозгно потерпел и довоенные газеты практически не заховались, для сборника журналисты одобрали прозу и поэзию, какая друковалась на сторонках газеты, починающая с 50-х годов минулого 100 годов. Отрималось нечто на кстат литературной справоздачи об житии Жлобинчины за нескольких 10 годов. В редакции кажут, что аналогичного выдания на Гомичне еще не было. На Днепром мой Жлобин зоркой зяе, бусил тихой песней уплыве, Усихся броумы хлебом сустракаем, разом мы уж счастье и ужурбе. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомич» со Жлобином.